Глупо уважаемый Георгий Иванович, уважаемые коллеги, спасибо, во-первых, за приглашение на участие в 503-м обществе онкологов Санкт-Петербурга. И нам бы хотелось поделиться небольшим опытом клинического применения препарата тропедиктин или еондолис в клинической практике. Как известно, саркома мягких тканей – это орфанное заболевание, редкое заболевание, и прежде всего в лечении и стратегии данных опухолей должен подходить комплексный метод с привлечением всех специалистов, хирургов, химиотерапевтов, патоморфологов, радиологов. И лучевых диагностов. Ну, изначально у 10-20% пациентов выявляются уже отдаленные метастазы, и заболевание, как правило, здесь уже носит диссиминированный характер с отдаленными метастазами. И основным выбором лечения в данной категории пациентов – это является лекарственное лечение, химиотерапия. Стандартом химиотерапии, первой линии химиотерапии являются режимы на основе антрациклиновых антибиотиков. Это всем известный АЙ, это доксорубицин с сифосфамидом АДИК, МЭЙД, ЦИВАДИК, тоже с исключением антрациклиновых антибиотиков, с добавлением уже доксорубицина, ой, докарбазина, винкристина. Клинические объективные ответы здесь достигаются до 30%. Ну и какая же вторая линия – это уже препараты. Здесь возможно использование также химиопрепаратов, но и использование также препаратов – это тробиектин, либо йондолиз, таргетных препаратов – пазапониб, которые используются для всех морфологических форм данных опухолей, кроме липсарком и жестов. Имотениб, гливик – данный препарат используется при агрессивных фиброматозах, либо дерматофибросаркомах, сунитениб используется при ангисаркомах. Сейчас в настоящее время, конечно, проводится много исследований по изучению и уже применению других таргетных препаратов. Разрешите остановиться на тробиектине. Тробиектин йондолиз – это синтетическое противоопухолевое средство, изначально выделенное из обитающего Карибского моря асцидии, эктейна асцидия турбинантна. И в 2007 году данный препарат был зарегистрирован Европейским обществом и разрешен к применению. Механизм действия тробиектина действительно уникален. Он заключается в взаимодействии с малой бороздкой двойной спирали ДНК. Когда происходит взаимодействие и дальше уже малая бороздка изгибается в сторону большой борозды. Таким образом, что уже искривленная ДНК происходит выброс колец этих тробидектина. Тробидектина нарушается процессы синтеза белков репараций, что приводит уже к остановке деления клетки и последующему апоптозу, уже поврежденной этой самой клетки. Помимо того, что тробидектина еще обладает противовоспалительным и маномальдудрирующим действием, он здесь ингибирует факторы, которые ответственны за процесс метастазирования и ангиогенеза. По всем рекомендациям и проведенным уже ранее клиническим испытаниям, это в частности известная была СТС-1, юндолиз был рекомендован что русско, что гайдлайнами семиевропейскими во второй линии химиотерапии у пациента уже с сарковыми мягкими тканями, с прогрессированием процесса, который ранее получали первую линию с включением антрациклиновых андибиотиков. Теперь разрешите перейти к нашему, непосредственно к нашему клиническому опыту с применением тробидектина. Данные пациенты все получали лечение в нашем городском клиническом онкологическом диспансере в разные периоды времени. Все пациенты имели метатологическую стадию, всего было 15 пациентов получали, никакой рендомизации не было и пациент получали в различные линии химиотерапии. Обязательным критерием это было ранее проведенное лечение с включением антрациклиновых и галаксана. Критерии назначения лекарственного лечения были все общие. Это общий удовлетворительный статус, ЭКОП, мархологическая верификация опухоли. Преимущественно мы брали липоэлемия саркомы, которые чувствительны к тробидектину. Ну и определяемые метастатические стадии по тем или иным инструментальным методам. Критерии оценки это были рецистолус. Схема лечения она стандартная для данного препарата. Здесь использовался ендаль с полтора миллиграмма на метр квадратный внутривенно. Суточная инфузия с требованием установки центрального катетера. Интервал лечения стандартен, составлял 21 день. Ну и контрольное обследование мы проводили после двух циклов химиотерапии. Как я уже говорил выше, что мы проводили эту химиотерапию не во второй линии, а в различных линиях химиотерапии. В первой линии у нас получило два пациента, во второй – девять больше всего. В третьей у нас три пациента линии, и в четвертой линии у нас получал также один пациент данный препарат. При оценке лечебных эффектов, как можно отметить, что в первой линии и в принципе в остальных не было полных и частичных регрессов. Кроме второй линии, это один пациент у нас был зарегистрирован, частичный ответ объективно. В большинстве случаев преобладала это во второй линии стабилизация процесса. Ну и у пяти пациентов, как мы шести пациентов видим, что было прогрессирование заболевания. На четвертой линии, но я остановлюсь позже, на этом клиническом случае, тоже в четвертой линии, уже мы достигли одной стабилизации процесса. При оценке объективного ответа времени до прогрессирования, можно сказать, что были различные цифры. В среднем стабилизация была зарегистрирована, больше случаев это во второй линии, пять случаев уже после использования антрациклинов. Это было пять пациентов, медиана их состояла в среднем от двух с половиной до восьми месяцев. При токсичности, при оценке токсичности, первая и вторая степени токсичности, они были незначительные, купируемые и обратимыми. При токсичности третьей и четвертой степени следует обратить у нас большое количество нейтропении, 8 случаев было, 2 случая было тромбоцитопении, повышение трансаминаз, что характерно для тропедиктина. Летальных исходов во время лечения у нас отмечено не было. Теперь разрешите остановиться на двух клинических случаях, потому что здесь я, почему остановился, здесь я при второй линии, да, они зарегистрированы в большое количество стабилизаций, но мне хотелось остановиться на двух клинических случаях, использование в первой и уже в третьей линии. Это пациентка, это Георгенович, наша совместная пациентка с вами, если вы помните, это была липосаркома забрюшинного пространства и удалили опухоль забрюшинного пространства и выполнили невостороннюю нефрактовию. В 2090 году в военно-медицинской академии гистологическое заключение было липомо. Дальше у нее возник рецидив в 2008 году, вновь было выполнено оперативное лечение, и при гистологическом исследовании уже получена гистологическая форма, это высоко дифференцированная липосаркома. Химиотерапия какая-либо дальше не проводилась, и в 2009 году вновь рецидив этого заболевания, вновь выполнено хирургическое лечение. В 2013 году возник уже, получается, четвертый рецидив, и выполнено опять неполное рецидивное удаление опухоли забрюшинного пространства. Пациентка дальше обратилась в инкологию Петрова, и рекомендован был трабедиктин в первую линию. При обследовании мы видим, что на КТ в левой половине живота занимало объемное образование больших размеров, и мы с ноября 2013 года начали проводить химиотерапию Йондолесом. Всего провели 9 циклов с эффектом стабилизации процесса. Дальше она была консультирована Георгием Ивановичем, мы думали о вновь какой-то циторедиктивной операции, но, к сожалению, хирургическое вмешательство здесь не удалось. Ну и стабилизация процесса составила, мы оценили ее, выживаемость составила 10-5 месяцев. И, уважаемые коллеги, разрешите представить второй случай, это пациентка тоже 42-го года рождения, наша коллега, доктор, у нее диагноз был фибросаркома, левой и правой, верхней трети правой бедренной кости, уже изначально диссиминированная форма с поражением костей таза, костей или два, или три легких. Также было проведено иммуногистохимическое исследование в институте Петрова и выставлен диагноз фибросаркома. И она получила стандартную химиотерапию с 2009 по 2010 год. У нас на отделении тоже стандартные две линии химиотерапии, исключением ЦИВАДИК, МЭЙД. И в мае, в 2011 году, выявлено вновь прогрессирование процесса. Учитывая, что даже такой гистологический подтип в холле, и учитывая то, что наш коллега, мы решились проводить химиотерапию и ондрисов. Достигли нищебного эффекта стабилизации. И вот, несмотря на то, что даже по гистологическому подтипу нет показаний, мы получили хороший эффект стабилизации процесса. И продолжительность этого составила 11 месяцев. Резумируя свое выступление, мне хочется подвести некоторые выводы, что использование тропедиктина или и ондриса, это способствует, конечно, улучшению показателей эффективности лечения, прежде всего это во второй линии, конечно, химиотерапии. Ну и также поддерживающая терапия и ондрисом тоже обеспечивает улучшение безрецидивной и общей выживаемости даже в пределении. Препарат облагает удовлетворительной переносимостью и влияет на качество жизни. Спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад интересный. Материал небольшой, может быть, вы отцеплены данных литературы. Скажите, пожалуйста, можно как-то индивидуализировать лечение? Потому что, насколько я понимаю, там показания липосаркомы. Липосаркомы, синавиальные саркомы, и экстраассальные, кажется, саркомы формы типа юинга. Как-то можно индивидуализировать лечение, допустим, какие лучше поддаются? Ну, здесь, наверное, нельзя говорить о мутации теразериконезных рецепторов, но пока не приятно о дифференцировке опухоли. Потому что я видел там у вас липосаркомы высокодифференцированные, а в принципе она хуже поддаётся химиотерапевтическому лечению. Есть тут какая-то разница в степени дифференцировки в отношении эффективности лечения? Или, может быть, какие-то другие параметры вы знаете? Да нет, к сожалению, мы это не оценивали, что дифференцировка... Нет, я не говорю не о вас, а о литературе. В литературе, ну, по литературе данном, что дифференцировки, это, как я говорил, что это, прежде всего, липо или липосаркомы, это высокой и средней степени дифференцировки. Ну, а дидифференцированные липосаркомы? К сожалению, не обладают. Потому что, в принципе, эффект не очень высокий, там... В основном, в основном, в основном стабилизация процесса, да. И вот у вас, ну, там, два случая в первой линии, хотя показано это во второй линии лечения. Это вы сами уже решили проводить в первой линии? Трабертидин? Нет, мы пошли по рекомендации Института онкологии и попробовали так в первой линии. Но вообще показано во второй линии, не в первой. А так во второй, да, конечно, только исходим. Спасибо. Спасибо, Ислам Владимирович, у кого еще вопросы есть? Спасибо за доклад. Скажите, проводятся ли сейчас попытки проведения дюантной химиотерапии препаратом Йонголес для больниц руком и мягких тканей? Или, может быть, вы планируете такое исследование? Нет, нет, нет. Таких нет у данных. И в рутины, в клинической практике мы тоже их не используем. Спасибо, еще, пожалуйста, у кого вопрос? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а какие критерии прекращения введения препарата Йонголес в качестве лечебной, с лечебной целью и начала поддерживающей терапии? И какова кратность введения по поддерживающей терапии? Ну, можно сказать, что до прогрессирования процесса. В том же режиме, да? В том же режиме, все, да, ничего, абсолютно не меняли, все, один раз в три недели, в целый день. Спасибо. Еще, пожалуйста, да, Владимир Федорович, будь телевизором. А, может быть, по данным литературы и собственным данным, удавалось ли с помощью, допустим, такой терапии перевести в операбельную состояние, выполнить операцию? На нашем опыте нет. Одна пациентка, единственная, мы ее пробовали перевести из неоперабельной в операбельную, но, к сожалению, все не обошлось. А по литературе есть? А по литературе нет, я по литературе тоже не верю. Продолжение следует...